Первый раз создатель Яралаша Борис Грачевский женился в 21 год. Его избранница Галина была старше на один год. В то время Борис Грачевский был простым грузчиком на киностудии имени Горького. В 1972 году у супругов родился сын Максим, в 1979 году дочь Ксения. Максим занимается бизнесом, а Ксения некоторое время работала с отцом в Яралаше, но уволилась из-за ссор с отцом. Сейчас Ксения владеет собственным туристическим агентством. В середине нулевых Борис ушел от Галины. Развод был сложным, дочь посчитала, что отец предал маму и перестала с ним общаться. В 2010 году Борис Грачевский женился на Анне Понасенко, которая была моложе его почти на 40 лет. В 2012 году Анна родила Борису дочь Василису, но почти сразу после рождения дочери отношения супругов испортились. Развод был очень скандальным, но все же они смогли договориться. С 2016 года Грачевский был женат на певице Екатерине Белоцерковской. Весной 2020 года у супругов родился сын Филипп. Борис Грачевский развелся с первой женой не только из-за взаимонепонимания, но и из-за неверности создателя Яралаша. Выяснилось, что в 80-е годы у него был роман с Татьяной Красиковой, работавшей в детском лагере Орленок. Результатом этих отношений стало рождение в 1984 году ребенка, которого, как и первого сына Бориса, назвали Максимом. Грачевский сына не признавал и видел его всего несколько раз. Ребенка Татьяна воспитывала одна, замуж она не выходила, Грачевский был единственной любовью в ее жизни. Сейчас Максиму Красикову 36 лет, он женат и воспитывает дочь. Он, как и его старший брат, занимается бизнесом. И как старший брат, сейчас в долгах. Сам Максим, правда, проблемы отрицает, и считает, что долги у бизнеса, а не у него. Он не собирается претендовать на наследство покойного отца и благодарен ему за хорошие гены. Некоторые знакомые Бориса Грачевского выразили уверенность, что Максим не единственный внебрачный ребенок любвеобильного кинеря.